Ты его оскорбляешь, подожди. Ну так он сам сказал это. 1179, я у него спросил, он сам это сказал. А ты кто? А ты кто? Я же сказал, кто ты. Повтори кто ты. 1179, тебе не позволяет. Почему? Я не буду это повторять. Я говорю, пока вы не представитесь, вы будете слушать то, что вы заслужили. Я представился. Тебе что, приятно на камеру слышать, когда тебя активисты оскорбляют или что? Тебе приятно? У нас страна такая. Нет, это ваше воспитание. А у тебя какое у вас воспитание? Остановить копейку, забрать документы и вымогать долларов. Какую копейку? 3-400, ты как взял с людей? За подсветку номера, не горящую. Коментария, подсчитай. Ты, хуй, сделай что-то. Сумасшедший. Послушай, знаешь, почему это происходит? Потому что вам надо контент снять. Какой контент? Послушай, контент вы сами делаете. Ты нам завидуешь? Скажи, пожалуйста. Да нет, я никому не завидую. Ты, послушай, ты завидуешь... Счастья вам? Нет, не завидую, конечно. Кто тебе мешает уволиться? Подожди, давай по одному говорите. Мне не надо вас идей. Послушай, послушай, пожалуйста, меня внимательно. Да. Конфликт делаете вы сами. Я не трогал никого. Ну, я выполняю свою работу. Послушай, я позавчера непосредственно, это был понедельник, я ехал на посту, меня останавливают ваши коллеги, спецпедроздил. Мы им дали крепко очень прикурить. Знаешь почему? Да потому что вы законодательства ни хера не знаете, ребята. Вы законодательства не знаете. Я тебе говорю, выполни закон о полиции 18 статью, вчера, вот мы вчера были на посту опять, вообще мы только вышли с камерами. Вот так показал один полицейский и два спецпедроздила, ну, человека. Все, диалог пошел вообще вот так вот. Вы Горяченко знаете? Нет, не знаю. Замминистра Авакова вы не знаете? А ну на камеру скажи, ты знаешь его? Мы видео отошлем Арсенова Борисовича. А при чем тут экзамен к тому, что тебе вопрос задают, знаешь ты своего непосредственного руководителя? А у него есть зам Герасенко, так он на видео сказал. Мы же договорились, что у нас не идеальная полиция. А вы можете сказать, что снимать можно это удостоверение? Безусловно можно. Безусловно, это требование закона полиции, что если полицейский, вы спрашиваете кто, он обязан вам представиться. Но мы на камеру показать, что вы можете нафиксировать на камеру удостоверение? На видео, говорят, предъявляйте видео полицейским. Слышишь, что ваше удостоверение не есть с вашей собственности, никаких там компетенциальных и личных данных нет и не может быть. Кроме того, если я сейчас проговорю вслух. И там говорится то, что нет официальные данные. В чем проблема, я не знаю показывать. Вы начинаете быковать. Скажите, а попикую? А пописать тут можно? Я не быкую. Ну это такое. А второе, два дня назад на посту, что вы исполнили? А что я исполнил? Он же в этой рыбашке был. Вот я не знаю, как это он исполнил. Так мы же все это видели, как он исполнил. Ну правильно, ну так вы же видите, он матерится. Так он начал. А какие ты начал вопросы задавать? В смысле? По 3,41. А тут у тебя парни, не устал, нет? В этот раз? Ну не, видеть, тут никого нет. А можешь вызвать подкрепление сюда. Можно вам и не подключаться. Подожди. А ты что запрещал? Ну пасать, вот ты чесал. Можно я пасу тоже? А зачем вы сейчас это делаете? А что и подожди, ему запрещено пасать вот сюда, Ильишу? Ты же там псал, вот буквально. Ну ему запрещено, скажи. Я не сал. Нет, ты не врешься. Да, на камерах зафиксировано. Подожди, а если мы сейчас на камере посмотрим, что ты справляешь свою нужду? Показать тебе? Ну я не справлял свою нужду. А что ты там закладки раскладывал? Ты больше на нораде помасывал. Там четко видно все. Пойдите, проверьте. Ты хочешь сказать, что вот гостевой дом, вот камера одна стоит. И ты себе позволил в жилой зоне сделать свою нужду, дядь? Ты что, не попутался? Я не делал этого. А ты теперь говоришь. Так он хочет пасать на патрульный автомобиль. А где-то это прописано, что запрещено делать? Он же ж его не бьет, не царапает, не грудит. Вы же сами сказали. Хорошо, а если я пасу, что ты будешь делать? Давай проверим. Давай, а ну заломай его. Сделай-ка очередной контент. Сделай, пожалуйста. Ну сделай. Руками физическую силу не применяй. Потому что со всех сторон я на автомобиль. Что такое? Тяжело с теми людьми общаться, которые знают хоть большую часть законодательства. Тяжело общаться с людьми, которые тебя не слушают. Я пасать, богу, ты чё? Ладно. Я тебе просто объясняю. Конфликт делайте на данный момент вы. Объясняю, почему. Если ты не хочешь меня услышать, и ты хочешь на камеру, ты понимаешь, что тебе миллионы просмотрят? Миллионы. Да. Мы в любом случае, мы выясним, кто твой, как тебя зовут, какая у тебя должность. Как я представился, ну вы же знаете. Послушай, он представится завтра Пупкиным, мне тоже в это поверить. Говорит Сергей Сергеев. Ребята, ну он бред должен продавать. Ты уже первый из просмотра у тебя. Берите видео, я вам представлю. Я тебе сказал, на камеру ты будешь представляться. Третья четвёртая статья Конституции Украины. Восемнадцатая статья, пункт третий, закон о полиции. Дальше мне продолжать. Валя, да что за просмотр сейчас в голове я такой... Вы ж понимаете, я ж тебе ещё раз повторю. Я дам нас знакомиться, ну пожалуйста, выключите видео. Прикрой, пожалуйста, дверь. Прикрой, пожалуйста, дверь, потому что вы стоите спиной к двери. Я могу настать туда. Я тебе ещё раз объясняю. Это нормально. В смысле нормально, я блядь тебя говорю, что мне получился к концу. Ой, консенсус или, блядь, что там? Конкурс. Вы, блядь, должны внимательнее быть. Я тебе подсказываю. Владик, у меня реально... Это не вы насрали здесь? Это кошка пометила. Вызывайте свою руководство, объясните тем, что у вас конфликтная ситуация. Ну вы видите, никто ж не едет. Ну я буду бояться всех, походу, получаю. Вы что, больной на голову или что? Вы видите, никто не... Мы что, какие-то преступники или что? Ну я вас не знаю. Так а что ты должен тогда делать, если ты меня не знаешь? Ты что, прикалываешься или что? Ну ваш же друг вызывал правильно полицию? Нет, 102 звонил. Вы, наверное, чуть-чуть не понимаете. Ну он со своей стороны. Может вызывал, может не вызывал. Может он позвонил в Ате или это. Руководству сообщили. И что, руководство сказало, выбирайте сами ситуацию? Знаете, когда вы выберетесь, когда вы представитесь, кто вы? Это как раз я вам гарантирую... Я не отказываюсь представиться, кто я. Я не хочу показывать свое удостоверение. Вы это готовы непосредственно своему руководителю сказать, что я на камеру не буду? Поехали в райотдел. Непосредственно на камеру вы будете, а попытаетесь скрыться... Это скажет мой руководитель. А мы туда будем заходить. Мы его вызовем. Мы людей соберем. Мы сделаем вам немножечко бунт. Знаете, какой? А будьте виноваты вы вдвоем, что вы за собой привезли людей, которые просили всего лишь одно выполнить. Пускай буду я один. Зачем? Он при чем? Он же может. Нет. А где ты стал под заботу? Да я не стал. А, так давайте рассмотрим дело. Образумение доказательства. Давайте по 173 привлечем вашего напарника. У меня есть доказательства, что у вас напарник держит. Есть фото, видео фиксация, вон на столбе. У меня в камере валик есть. Идеально. Реально есть валик. Пусть, пожалуйста, приедет сюда руководитель. Ждем с нетерпением. А то вы посмотрите, сколько нас тут уже не было, ну, лет пять это точно. А что за подбога на автобусе было у вас? Вообще это местные жители. Я покажу. Оттуда вы их. Как вы говорите, мы кошмарим. А, да? Ну, мы видели вчера, это, топили местных жителей. Те же самые, что вчера... Спроси, кому ты звонишь, спроси, можешь ты не показывать? Скажи, что конфликтная ситуация из-за того, что вы не показываете службовое посвящение, якого у вас нема. Руководитель скажет, но я покажу. Вы нормальный вообще человек? Проходили старше, что все закон встал, да? Нет. Друзья, мы находимся в Кирилловке, нашли этих упырей, которые на посту кошмарят водителей. Значит, вы сами видите ситуацию, как они себя ведут непосредственно с теми людьми, которые знают законодательство. А вас, обычного человека, они могут раскачать по полной программе. Поэтому, чтобы этого не было, нужно подучить немножечко законы. Будем смотреть, что сейчас дальше будет происходить. Мы вызвали руководителя сюда и будем их сейчас качать. У вас кошмарили вот эти вот негодяи? А вообще близких, родственников. Ну, вы же понимаете, чем они занимаются? Мы не местные. Там мы тоже не местные, но мы приехали помогать людям. Понимаете? Подожди, скажи мне, пожалуйста, что руководители сказали. Сказали, деду. Вот это они? Я не знаю. Да, да. Вы же понимаете, вы сами сделали ситуацию, чтобы избавить пыл, вы продолжаете дальше провоцировать людей. Тем, что вы сказали, что вы не хотите. Вот, поехал в форме, ты понял? Поехал. А, останавливается. Нормально, на Тойоте Камри ездит. ВТ-70-07СС. Надо пробить номера. Да, эти или Никите. Фадик, нужно на Камричу к тебе вот тут все четко. Вообще, Диана. Ну, хорошо, мы вставим это крупным планом. Давайте сейчас у нас застанем. И застанем. И застанем. А? Застанем я это, что встал. Четко. Я подъехал, не видел меня. Я стоял минуту 23. Сниму. Это ваша колония? Ну, человек в форме по делам. Пошли посмотрим, кто это. Я не знаю, пошел руководителя. Я не знаю. Ты врат, ты врат, ты заедал. А мы хотели вам помочь выйти. Доброго. А можно убедиться? Да, конечно. Уважаемые мусора, товарищи, смотрите, пожалуйста, сюда. Я попрошу вас не выражаться, можно? Ну, а я вам поясню, почему. Анопченко... Подождите. Ну, я вам предоставлю. Да я еще не прочитал. Да полного вознаграждения. Давайте вы не будете делать тоже. Анопченко Роман Володимович. Так вы же просто инспектор. Ну, я не понимаю. 0183071. Соответственно. То есть на камеру можно показывать все стоящее. Ну, тут конфликт возникнет. Держите, да или нет? Да, да, да. Я просто хочу услышать. Ваша служба посвящена. Охренеть. Вы позор полиции. Вы тупо позор полиции. Приехал такой же инспектор, как и вы. 2084446. Мартыненко Дмитрий Павлович. Полицейский. Как убедиться? Да. Совершенно верно. Ваши. Я же тебе обещал. Вы делаете конфликт, товарищ Мусор. Не надо, пожалуйста. Это попрошу. Смотрите, я в ту сторону еще не говорю. Ну, а кто он? Что он исполняет? Мы вас не в костюме оскорбляем. А вообще какой конфликт? А мы вам сейчас все расскажем. Оскорбляли меня. Что значит такое оскорбляли? Ты мне скажи, где у нас в законе прописана норма? Что такое оскорбление? Вот если ты покажешь норму закона, я тебе клянусь. Образливый высловливание. То есть в третьей статье ОКУПАП. Будьте добры, достойно. Давайте мы разберем это сейчас. Давайте сначала начнем свое удостоверение. Да, я готов понести ответственность. И все. Какая проблема? Составьте сейчас материалы административные. Может оно у вас просроченное? Может он из-за этого и не хочет показывать. А мы вам все расскажем. Я вам все расскажу. Каким годом вы думаете? Подождите. Что это такое? Ну что вы исполняете? Ну я не ознакомился. У меня есть вопросы к вашему службовому посвящению. У меня есть вопросы к вашему. А вы начальник кадров. Я хуже, чем начальник кадров. Вам и для этого не нужно. Вы должны выполнить норму закона 18. Ну я не сказал у кого-нибудь. До полного ознакомления там есть такая строчка. Ты что, неуменяемый лист? Я говорю, покажи до полного ознайомления. Выключите, пожалуйста, камеру, я вам покажу. Да никто не будет выключать. Дам за натуваты. Я говорю, держи просто. Держи, открой и держи. Я держу на расстоянии камеры. Я к тебе даже не подхожу. Твой нападник, смотри. Вот это полицейский. Вот это полицейский. Вот это полицейский. Это мусор. Это правда статья законодательства. Я уже сказал вопросов нет. Там никаких... Смотрите, вы просто держите. Мы ознакомимся. Может, я долго читаю. Может же быть такое? Да, главное, что не вы не говорите. Давайте, 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 давайте мы уберем сейчас такие вот все вот эти. Давайте мы разрешим строение полицейского. То есть, это все нормативно-правовые акты. Что ты мне ID-карту показываешь? Ну это, ну шо, я же не прикапываю сейчас. Покажи мне, службовый. Выключите камеру. Слушай, ну я сейчас, я, в заложение, человек, который подъехал, показал зрение. Ты шо, дурачок или шо? Ну че вы сейчас оскорбляете? Я пойду сейчас. Ну тебе сказал, что это оскорбление. Я думал, он уже где сейчас пойду. 1179 нарушает. Виталик, подожди. Не надо. Пытаюсь нормально с тобой в третий раз. Приехал, ты сказал. Приедет руководитель, скажет показать. Я покажу. Ну я же показал. Я послушай. Ты если нормальный человек, нормальный человек. И ты если полицейский, послушай. Ну как вы же говорили, что он ненормальный. Он не употребляет случайно ничего. А мне кажется, что он больной. Проверяем каждого. Проверяем. А я вам расскажу, как... Достоверение. Покажи, чтобы мы не ехали в райедел сейчас. Мы сделаем там еще кипиш. Ёперный театр. А я в райедел поеду только когда тебя задерживаю. Поверь мне, это сделаю. Открой, пожалуйста. Мне есть подозрение, что он у тебя фальшивая. И вы эксперт. А как вы тех паспорта изымаете? Ты эксперт. Когда вам кажется, что... Я у тебя изымал, попробуй измя взять. Попробуй измя взять. Я у тебя изымал. Управление нормально. Покажи, пожалуйста. Ты понимаешь, тебя люди будут смотреть, как ты себя ведешь. А как я себя веду? Я достойно себя веду. То, что вы меня оскорбляете. Только это ваше. Кто тебе сказал? Это показывает ваше воспитание. Слушай, мы видели, как ты себя на посту ведешь. А как я себя веду? Очень дерзко. Очень дерзко. Ты себе много позволил перейти. Пожалуйста. Я ж видишь, я ж культурно пытаюсь общаться. Покажи. Пожалуйста. Пожалуйста, я вам покажу. Пожалуйста, покажи мне службовая по свече. Руководителя, который будет... По-моему, нарушение тут закона полиции в 18 степи. Вы ничего сделать не можете. Можно же к уходу руководителя? Покажи. Посмотри. Твой напарник к нему вопросов теперь не будет. Я хочу, чтобы он выполнил норму закона. Угомонись. Я говорю, покажите, пожалуйста, службовая по свече. Я все вон у вас е. Покажи. Пус человек снимет на камеру. Да я на камеру, я снимаю. Я в поле зору держу камеру. Покажи. В поле зору. Мы сейчас поедем. Покажи, пусть по службе. Я вам обещаю. Я думаю, они будут приезжать в семье угрожать или что-то такое. Ты что, больной на голову? Вы... Подожди. А ну стой, подожди. Подожди, подожди. Вы вообще слышали, что сейчас данный человек говорит? Он сказал, что мы сейчас заснимем его службовую по свече и будем угрожать семье. Вы хоть скажите, это вообще адекватная ситуация? Ты знаешь, что за это есть уголовная ответственность? Когда человек, неизвестный человек угрожает сотруднику полиции... 345. Это 345 автоматом. Скажи, пожалуйста. Подожди, 5. Скажи, пожалуйста, из наших уст угрозы в твою сторону конкретно, твоему житю и здоровью были? Я не знаю, вот мужчина стоит... Что он конкретно сказал? Ну я не могу сейчас... Как ты, ты знаешь, что еще за клевету есть уголовная ответственность? Ну я их воспринял как угрозу. Ну воспринял. Ты должен вызвать, сейчас лезь на оперативную группу. Ну такие уж вызывали вроде. Кто вызывал? Саду себе. Покажи, пожалуйста, держи, вот так вот. И все. Мы от тебя отцепились. У нас будет только... Ты же пойми, ты же понимаешь, что я разговариваю только по букве закона. Ты понимаешь об этом? Не знаю. Я вас не знаю. В смысле, а мне не надо тебе знать обычного человека. Я разговариваю по букве... Я разговариваю по букве... Я разговариваю по букве... Тут стоит руководитель твой. Ну честно, а ты где вообще поломаешься? Нарушение статистической статуры Кубы третьего закона полиции четко. Я вот не знаю, что гуманит много распоминается. Я вот удивляюсь. Это только удостоверение выяснить, представляешь? А дальше еще хотим пояснить. Это представляешь, сколько разбираться будем. Друзья, это банальный пример того, что вот так вы должны якобы показывать полицейскому свое водительское посвящение, тарельсийные документы. Я вам объясняю, когда себя ведет вот так вот полицейский, ни в коем случае нельзя, я вас призываю, оскорблять, угрожать, как вот данный человек, вот этот человек сказал, сделал клевету на другого человека, что он ему угрожал. По этому делу вообще заводится уголовное... По этому делу, говорю, открывается уголовное производство. Так как у нас все материалы, видеосъемки беспрерывно, то, что вы видели, что с нашей стороны ни в коем случае полицейскому не было никакой угрозы, а если даже она была, у них есть стабильное оружие, которое они должны применить. Поэтому я вас, вот по этому поводу, я вам честно говорю, ни в коем случае не дергайте полицейского, не переходите на личности, а именно это семья, там, не дай бог вы ему скажете... Я твоя семью что-то трогал, кстати? Помолчи. Не дай бог вы будете говорить там, убью, уничтожу, запомните, этих слов нельзя говорить, потому что это будет расцениваться, это. Все нужно делать так, как я делаю, все в рамках закона, все по букве закона. С моих слов было что-то? Нет, у вас нет. С меня было. С него была угроза? То, что я назвал, я тебя там в кавычках ставим, я тебя убью, я тебя завтра встречу и все такое прочее. Ну, я за дословно не помню, похоже было, да. Я тебе даю слово, я тебе все видео полностью скину, послевать до сих пор. Смотри, у нас ведется три камеры, три фиксируются камеры. Ты хочешь сказать, что... Ну, вот тут не было, когда он это говорил. Я тебе еще раз говорю, у него изначально... Изначально, он может показать руководителю, если руководитель скажет, да, была угроза, вызываете сок, и все. Солазный? Без вопросов. А если человек наговаривает, делает кривоту? То мы тогда тоже применяем к нему. Ну, мы разберемся. Нет, вы не... Это полицейский? Предоставь достоверение. Я до сих пор не могу понять, кто это. Ты делаешь конфликт, пойми, ты делаешь конфликт. Понимаем, кто ты есть на самом деле. Мы закроем эту тему. Да, и перейдем там дальше уже. Просто вот так, вот так, возле груди можешь держать. Все. Я на расстоянии его читаю. Как нет. Блядь. Я отвернулся, я даже не увидел, что ты показал. На груди вот так можешь читать, чтобы я еще значок прочитал. Покажи, пожалуйста, подскажи ему, сделай, пусть он сделает. Ну, вы же будете вдвоем виноваты. Вы вдвоем будете виноваты. А? Я говорю, подскажи ему, пусть покажет, чтобы не было конфликта. Вы вдвоем, ты будешь даже страдать от того, что он не сделал, от того, что должна быть норма. Я же не сказал, дай мне бензину. Скажи, пожалуйста, ему на ушко, пусть покажет и все. Точно, как ты показал. Твой коллега оказался умнее, хоть я вижу, что он обозленнее. Ты нервничаешь. Почему ты нервничаешь, я не могу понять. Ну, это ситуация не нравится. Ну, как, что не нервничаешь? Ну, вы бы не нервничали. Скажи, пожалуйста, когда в последний раз приезжали активисты? Когда в последний раз приезжали активисты? Ты такого не помнишь. Это чёрный, не каждое лето. Это по своим делам. Активисты вот так вот начинают вас троллить. Троллить? А ну, покажи мне хоть одно видео с Кириллом. Он пошел заблажать. Вот он. Я не злопамятный. Это от начала до конца. Поехал и продолжил. Послушай, не нужно никогда быть злопамятным, понимаешь? Можно всё прости. Он не видео, у меня минуты, две, три. Покажи, пожалуйста, и конфликт. Мы от тебя отцепляемся, я тебе гарантирую. Никто не будет никуда писать, ничего не будет делать. Покажи, пожалуйста, мы ознакомимся. Это пиздец какой-то. Я ж культурно разговариваю, я прошу, я тебя что уговаривать должен. Знаешь, между тобой и нами разница? Потому что ты полицейский, ты можешь вот так вот заблокировать водителя, издеваться над ним. А мы, к сожалению, как... Вот уже говорил про клевету. Над кем я издевался, подожди. А ты кто? Ты кто такой, да? Давай, кто ты такой узнаем. Давай, я тебе покажу. Ты просто чучело тогда в погонах. И все. Я вот это могу сказать. Ну давай тебе покажу. Показать тебе. Ты мне сказал, приедет руководитель. Руководитель оказался нам... Возвращайся, не надо. Да ничего не будет делать. Виталий, ничего не нужно там делать. Пописать, ты входишь под деревья. Ваш в туалет есть. Он вам предоставил, просто не снимайте, почитайте. Еще раз объясняю. Вы 34 статью Конституцию читали? Да, конечно. Там написано черным, по-белым. Ладно, я жду 5 минут. Любым удобным способом. Я застав удостоверение, пусть человек... Кроме того, там... Сколько тебе до пенсии осталось? Писи в полиции классные, что ваших нет. И ваш непосредственный руководитель, Гераченко, зам Авакова, говорил это, показывайте полицейским мое видео. Ты пойми. Коваленко Леонидович, 18-го года служите, 22-го. Скажите, пожалуйста, что у вас с фотографией? Я не знаю. Можно вас на минутку? Можно вас на минутку? Смотрите. Не, ну видно же четко, что это... Посмотрите на свое посвящение и посмотрите на его. Я не виноват в этом. Человек, а вы должны были написать рапорт. И вот почему я и зацепился за него. Он потому, наверное, не хотел показывать. Я за это и зацепился. Послушайте. Видно просто, что он человек. Как? Вы знаете бланк? Вы видели, как... Знаю, конечно. Ну, до старения, что я очень... Вообще не... Вы не поняли. Когда нельзя индицировать человека... Ну, в данной ситуации еще его можно индицировать. Я даже и в маске его вижу. Я нормально вижу и... Ну, вы-то его знаете. Послушайте, вы в любом случае будете его покрывать. В любом. Нет, я вам говорю, как есть. Я просто его честно вижу третий раз. Я не работаю вместе с теми. Я работаю вместе с теми. Роман меня зовут. Роман. Смотрите, вы его как минимум узнать не можете, потому что он в маске. В маске он стоит. Люди одевают маски, чтобы совершить какое-то правонарушение. Сейчас у нас такое время, что государство так... Да и весь мир... Это руководство тоже едет? Есть. Сегодня утром был проведен инструктаж, и все сверено, все нормально. Может, они тоже такие конфликтные? Здравствуйте. Добрый день. По регистрации, да. А можно побачить-то ваше службово посвящение? Конечно, можно. Можно? Ну, на камеру, все. На камеру, ну, снимать не надо. Я вам покажу, что здесь в Кирилловке происходит. Что тут происходит? Вот так вот просто, я... Мне как, боком... А вы тоже Герасим-то не знаете? Дайте я, пожалуйста, знаком, потому что будет сейчас с вами конфликт. Можно без... Я говорю... Вы вообще... Вы кто такой? Я говорю... Просто покажите, Никишенко Игорь Юрьевич. В чем вопросы? Скажите, пожалуйста, Игорь. Можно ваше посвящение? Конечно. Будьте так любезны. Может, вы умнее или... Кузнецов Микола Макулач, в чем вопросы? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Николай. Правильно, Николай же. Что тут в вашем таком вот этом ID-карте такого страшного, что вы боитесь все показаны, ну, кроме вас? Ничего. Просто 90. Пацаны, вы делаете конфликты. Я вам скажу, это не развлечение. Я вам просто скажу по-другому. Когда вы на постах находились, и за этот гребаный 341 знак, вы кошмарите просто водителя. А вы попробуйте адвоката какого-нибудь, юриста или кого еще-нибудь остановить и попытаться рассмотреть дело и привлечь к административной ответственности за невыконание дорожного знака, а именно 341. Как вы думаете, вы сможете? Сможете вот именно в рамках закона? Ну, давайте честно быть. Вадим меня за это правонарушение я не выписывал ни одного протокола. Дай бог. Я хочу рассказывать, что хотим. Дай бог. Ну, людей кошмарите же. За чем кошмарите? За знак 341. Нет. Я уже рассказывал. Я пошел на птичек послушать. Птичек послушать? Ну, да. Ну, птичек. Ты что, нельзя? А вы, это, сходят ваши полномочия. Вот там птичек приехали послушать. Скажите, смотрите, вот я уже... Я вот уже забыл, как вас зовут. Напомните, пожалуйста. Я уже представлял. Напомню, я вас забыл, как вы уже зовут. Вы видите, вот мне просто с памятью очень плохо. Законодательство я знаю очень хорошо, а с памятью у меня плохо. Я забыл, как вас по имени и отчеству. Леонид, вы теперь слышите от меня или от кого-то больше нецензурную лексику, как вы сказали? Да, не вопрос. Вы слышите? Лексику какую-то слышите? Сейчас адекватно с вами общаются? Я не знаю. Да, наверное. Ну, просто мы можем до утра, до вечера снимать. Скажите конкретно, что вы хотите. У вас дать 341. Здесь исследование по поводу данного господина. Ты жесткий. Послушай, они проведут на основании твоего заявления. Чисто на словах они не смогут этого сделать. Ответ ты получишь нулевой. Подчасти, что у них происходит? Нормально, все хорошо, проверяем каждое утро. Ну, плохо проверяем. Хорошо, 718 приказ. Проверяем, хорошо. Ну, вы будете меня сейчас проверять. Нет, ну, я подожди. Ну, я же хочу убедиться, в натуре вы проверяете или нет. Вы будете, ну, мы либо будем разговаривать... Мы будем конструктивно разговаривать, да. Ваши данные сотрудники нарушают норму закона. Хорошо, вопроса нет. Пишите заявление конкретно, что... Да, мы же не будем писать заявление. Так, ну, а что вы хотите? Мы пытаемся либо по-нормальному, мы понимаем, что это заявление, чтобы... Я для этого и приехал. Для того, чтобы говорить с вами по-нормальному. Мы 40 минут не могли не оставить, чтобы выполнить закон о полиции. Его Владик упрашивает. Ладно, друзья, в общем, в принципе, убедились мы, что они полицейские. Будем заканчивать эту фиксацию. Если... Подожди, подожди. Если вдруг кто-то из местных города Кирилл... Это же город Кирилловка, правильно? Или покажи, покажи просто... СМТ Кирилловка пострадает от данных полицейских, кирилловских, приезжих, неважно. Вы обязательно пишите в эту группу, надзор Харьков. И мы максимально постараемся вам помочь. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать? Ставим лайки, подпустимся на канал. И запомните то, что я вам сказал. Ну, я так понял, он сдал. Все. Всем пока.